Привет, просветители! Есть у нас с вами одна замечательная традиция. Приблизительно раз в год мы собираемся на этом канале, чтобы раскрыть себе глаза на человеческое тело, здоровье и... Альтернативные источники заработка. Что я имею в виду? Я выпустил уже 5 или 6 роликов о потрясающих психологах из интернета, которые не только расскажут, как вернуть мужа, воспитать детей и отомстить родителям, но и помогут найти причину любого заболевания. И когда я использую слово «любое», я не утрирую. Эти звезды пихосоматики натянут вашу сову на любой глобус. Аллергия, гепатит, псориаз, почечная недостаточность. Тащите все! Низкий гемоглобин. Вопрос к вам. Зачем вам жить? Люди с низким уровнем гемоглобина не способны принимать решения, не действуют. Да, сегодня мы немного и о вечных вопросах поговорим. Зачем тебе жить? С низким гемоглобином-то! В предыдущих роликах я уже рассуждал об этической стороне вопроса, когда специалисты от слова «спиться» или глагола «спиться» после таких советиков это, пожалуй, лучшее решение. Зачем тебе жить? Грустинка в глаз попала. Кринж! Подобные специалисты, естественно, без соответствующего образования, заставляют людей с серьезными заболеваниями тратить время на «разберитесь в настоящих причинах вашей катаракты, обида на мать или нежелание видеть проблемы в вашей личной жизни». Но пока люди идут на консультации в надежде получить ответ на вопрос «почему именно я?» и послушно несут денежки очередной звезде альтернативной мысли, материала для подобных роликов у меня будет достаточно. Для меня мотивация людей, верящих во всю эту антинаучную красотень, вполне ясна. Очередная эволюция веры в справедливый мир. Но это те самые истории, когда жертва насилия сама виновата, потому что с хорошими людьми такого произойти просто не может. Наверняка сама спровоцировала. То же самое и с проблемами со здоровьем. Некоторым людям гораздо проще жить, когда видна четкая причинно-следственная связь. На самом деле она абсолютно не четкая и не видна, да и не связь, но все же. У тебя бронхит, потому что ты не позволяешь себе говорить. Болит спина? Слишком много на себя берешь. Запор? Сдерживаешь эмоции? Ну ведь очень логично звучит. Иначе бы люди не платили столько денег, чтобы услышать все это. В одном из прошлых роликов я уже говорил, что это просто потрясающая бизнес-идея. Судите сами. Знаний? Не нужно. Образование? Тоже. Ответственность? А какая ответственность? Ты просто делишься с подписчиками своим мнением и берешь за это деньги. Этим психологам даже доказывать ничего не нужно. Это вот тем ученым, медикам нужна доказательная база. Специалисту же из соцсетей достаточно сказать, а вы ничего не понимаете. Вы хейтеры. И все. А какой с него спрос? Он просто блогер, пихосоматолог. Единственное, что от тебя требуется, раскрутить свою страницу на какой-нибудь платформе и научиться создавать веселые цепочки. Заболевание, причина. Опухоль в ухе? Не хочу слышать правду. Дискомфортно в районе печени. Печень начинает болеть на переживание. Меня отравляют. Это может быть обстановка, ситуация, человек. А еще, возможно, вам уже несколько месяцев как нужно было бы у врача наблюдаться, а не обстановку разнюхивать. Кто это меня отравляет? И вот когда профессиональные требования настолько низкие или высокие, тут уж сами судите, образование и научные знания аудитории на том же уровне, стричь капусту становится прям очень весело. Главное, совесть за дверью, за ненадобностью оставить и начать зазывать больных раком на веселый семинар. Во всех болезнях виновата твоя мать. Но согласитесь, куда веселее окучивать сразу же толпы хомячков. Потому что беседовать с каждым, что-то там выслушивать, придумывать скучно. Поэтому в последнее время я начал наблюдать следующее явление. Онлайн обучение. Дама, пихосоматолог, зазывает такие же любителей шальных денег себе на курсы психосоматики. Курильщика. И да, на всякий случай уточню, что я и делаю в каждом подобном ролике. Психосоматические заболевания и тот бред, который мы разбираем в этих роликах, это не одно и то же. Просто заметка на полях. На всякий случай. Опыт не требуется. Образование не нужно. Всего 4 занятия, и вы сможете помогать другим. Ну, разводить не самых интеллектуальных товарищей на деньги. Ты теперь не просто пенек с горы, ты пенек с курсами. Сможете проводить онлайн-консультации сразу же после обучения. Да, для подобных консультаций учеба-то, в общем-то, не особо нужна была. Ячмень – это воспаление слизистой глаза. И этот неприятный симптом показывает нам на конфликт, связанный с чувством загрязненности, с чем-то, что человек увидел, и для него это почувствовалось как грязно, или человек сам себя почувствовал грязным, оскверненным. В общем, если у вас завтра появится ячмень, вы знаете, кого винить. Простите. Какие там ЕГЭ, университеты, практика? Зачем? Платишь блогеру 20 тысяч, и через 4 дня ты дипломированный специалист. Пихосоматолог. Пихай не хочу. И ведь пихают. Вот мне 20 тысяч платить не надо. Но, если хотите, можете меня на Патреоне или Бусти поддержать. Против не буду. Я просто по доброте душевной поделюсь с вами теми жемчужинами мыслей, которые проходят на подобных курсах. Прости, господи. Герпес не обязательно связан с поцелуями. Он может возникнуть и тогда, когда добрые друзья помирились после долгой ссоры. То есть разделение между ними завершилось. Смотрю, опять с Машкой помирился. Серьезно? Кариес возникает в результате запрета или невозможности вступить в бой, невозможности взять свое, удержать, хватать, ловить. Что с лицом, стоматологи? Гигиена полости рта. Зубной камень, импульс телу нарастить зубы. Видимо, очень нужно кого-то кусать. А прыщи по такой логике наверное появляются, потому что очень нужно кого-то привлекать. Ну какой бордовенький. Издалека заметно. Болит долго ребро слева на уровне сердца. Конфликт, что-то не так. Будто я чувствую себя меньше мужчиной, когда проявляю сердечность, мягкость. Будто не могу защитить семью. Ну я бы рассмотрел еще чувство вины. А я бы еще рассмотрел возможность сходить к врачу. Ну знаете так, в порядке бреда. Раз уж мы тут самые дикие предложения рассматриваем. Болит сердце? Слишком сердечный. Болит горло? Слишком горластый. Болят легкие? Слишком легкий. Болит глаз? Я думаю вы уже поняли. С вас кстати 15 тысяч. Но справедливости ради некоторые вещи ни за какое баблишко не купить. И на курсах не приобрести. Я создаю вокруг себя мощное магнетическое поле. Даже просто общаясь с людьми на вебинарах и прямых эфирах, я вхожу в их подсознание. С моей силой, моими энергиями они получают чувство защищенности, которое помогает в исцелении. Чувствуете? Вот и я нет. Начался психологический запор у ребенка двух лет. Как избавиться? В твоей жизни есть что-то, какое-то, которое удерживаешь. Пришло время отпустить. Расскажи это ребенку, когда уснет. Проговори, что помогать тебе не нужно. Ты справишься с этим сама. Главное, не особо сильно отпускайте. А то так и до диареи недалеко. У ребенка резко поднялась температура до 40. С чем может быть связано? 4 года ему. У вас что-то резко случилось в душе. Восполнилось и прошло. Температура это исцеление. Всегда. У детей и у взрослых. Радуйтесь. То, что человек может умереть от такой температуры, фигня. Она должна быть более 50 градусов, чтобы умереть. Но организм такого себя не доведет. Он спасает себя. Любой болезнью он себя спасает. Запомните. Температура тела больше 50 градусов. Это мы кого-то пытаемся до кипения довести? Двухсторонняя пневмония с кровоизлиянием в легкие. Здоровья, малышу. Пневмония это про сильный страх смерти, когда отнимают воздух. Ууу, она здоровья пожелала, но не милотали. Ну и небольшой пихосоматический гай тот доктора Екатерины. Может быть и свое заболевание найдете. Психосоматика у детей, выросших с родителями нарциссами. Сколиоз. Я все равно вырасту, даже если ты продолжишь ломать меня. Астма. Ты отнимаешь у меня все и даже воздух. Аллергия. Ты повреждаешь меня. Головные боли. Я буду пытаться заслужить твою любовь. Боли в суставах. Я не могу найти свою цель в жизни. Анемия. Твоя нелюбовь будет ранить меня всю жизнь. А вы точно доктор? К женским заболеваниям, которые женщина сама запускает в своем организме, относят. Нарушение менструального цикла, проблемы с зачатием, заболевание матки, миомы и фибромиомы, эндометриоз, эрозия шейки матки, воспаление яичников, иммунные заболевания, воспалительные заболевания половых органов, а также ряд сексуальных проблем. А есть что-то, в чем женщина не виновата? А? Краснуха? Ну, слава богу. Экзема. Кожное ощущение от разрыва контакта. Экзема появляется, когда человек опять чувствует контакт и подсознательно вновь испытывает страх потери. Ощущение, что я не такой, как надо, я недостаточно хорош. Псориаз. Конфликт чувства отделения от себя, от собственной идентичности, самообесценивания, повреждения собственного Это желание обелить себя, снять с себя бремя вины, смыть что-то с себя, очистить себя от чего-то, от невыносимой ситуации, от того, что ты сказал или сделал, ощущение, что я грязный, ужасный, недостойный. Место возникновения патологии подсказывает, с чем связаны проблемы человека. Так прямая кишка отвечает за освобождение нашего организма от отработанных и ненужных отходов. Отсюда появление в этой области психосоматического геморроя ясно указывает на то, что люди, страдающие этим заболеванием, не могут или не хотят избавиться от ненужного, копят негативные эмоции, боятся перемен. Вот такой вот геморрой. Когда эти мастера на все руки просто писали советики на своих страницах в интернете, это был полбеды. Но теперь, когда самые прошаренные и жадные, простите, просветленные, решили размножаться почкованием, стало как-то не по себе. Чуть-чуть. Если нормальному врачу, психотерапевту, психологу нужно едва ли не цыганочку с выходом исполнить, чтобы ему поверили, ну, фарма-мафия, то когда ты рассказываешь, что у людей витилига, потому что они хотят себя обелить, тебе ничего не надо. Просто не забудь контакты и цену в шапке профиля указать. Как бы это жутко не звучало, но мы уже привыкли к тому, что для определенной группы людей наживаться на чужом горе это нормально. Ну и зарабатывать на глупости и необразованности. Но поставить это дело на поток, научить, как запудрить мозги болеющему человеку, или подарить надежду, здесь просто гигантские кавычки, родителям, у которых серьезно болеет ребенок, не знаю. Судя по всему, есть в этом мире вещи, которые просто за границами моего понимания. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моего канала на Boosty. Я очень ценю поддержку. Спасибо большое. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и не верьте психосоматологам из интернета. Низкий гемоглоб... Низкий гемоглоб... Низкий гемоглоб... Низкий гемоглобин.